Глава семьдесят четвертая. «Опять они здесь!» — с раздражением сказала Софи, увидев подъехавший к дому знакомый темно-синий кадиллак. Сара и Брэндон Моуди сидели на кухне и ждали, когда сварится кофе. «О, Боже!» — вырвалась у Сары, в ее голосе слышалась неприязнь. «Я сама в этом виновата!» — сказала она Брэндону. «Вот что, Софи, когда кофе будет готов, принеси его нам в библиотеку и скажи им, что у меня важная встреча. Мне сейчас не до молитв». Брэндон поспешил за ней и, закрывая за собой дверь библиотеки, услышал, как зазвонил звонок. «Хорошо хоть, что ты не дала им ключ!» — сказал он. «Я пока еще не сошла с ума!» — с улыбкой ответила Сара. «Дело в том, что в этом доме слишком много всяких вещей, которыми я не смогу воспользоваться, они хотят все это купить. Я произвела оценку. Они решили привезти своих оценщиков. И у меня такое ощущение, будто меня берут на абордаж». «А почему бы этот вопрос не решить сразу?» — спросил Брэндон. «В основном это моя вина. Я говорю им, что хочу продать. Потом похожу по дому и увижу что-то еще, что не войдет в квартиру. Тогда я им предлагаю и это. А иногда они сами приходят ко мне и спрашивают то о какой-то картине, то о каком-то столе, то о какой-то лампе. Так все это и продолжается». Сара откинула назад волосы. День был теплым и влажным. И ее волосы, кудрявый копной цвет осенней листвы, обрамляли лицо. «И не только это», — добавила она, садясь за свой письменный стол. «Папа всегда был против кондиционеров. А они хотят установить здесь какую-то новую систему. И собираются заняться этим, как только закончится оформление документов. А это значит, что здесь постоянно будут ходить всякие инженеры. И вообще все, кому не лень». «Попридержи язык», — сказал себе Брэндон, усаживаясь в кожаное кресло напротив стола. «Он знал, что Хокинзы выложили за дом кругленькую сумму. И раз они покупают ненужную Саре мебель, то ей не придется искать других покупателей или думать, где ее хранить». «Содержание лори в клинике стоило огромных денег. И студенческая страховка едва покрывала лишь малую часть этих средств. Не говоря уже о том, во что обходилась подготовка защиты, учитывая то обстоятельство, что Сара не работала», — думал он. «У тебя была возможность разобраться со страховкой?» — спросил он. «Да, я ничего не получу, Брэндон. Там нечего оспаривать и не на что претендовать. Отец ясно написал, что его страховку получает мама, а в случае ее предшествующей смерти — мы. Поскольку он прожил на несколько минут дольше мамы, она сразу же должна перейти к нам. К несчастью, все, кроме дома, вложено в доверительную собственность, что было бы очень разумно, если бы ничего не произошло. Нам выплачивают по 50 тысяч долларов в год в течение пяти лет, что составляет в общей сложности по четверти миллиона каждой. И невозможно изменить условия этих выплат». «А как насчет автобусного парка?» — спросил Брэндон. «Ты пробовала предъявить им иск?» «Разумеется», — ответила Сара. «На с какой стати они будут нам платить, если мы сами не пострадали в этой аварии?» «Вот черт!» — воскликнул Брэндон. «А я рассчитывал здесь что-то выяснить. Я подпою сыщика и попробую что-нибудь у него выудить. Но, вероятно, это связано именно с автобусной компанией». «Как Лори?» «Ей намного лучше», — немного подумав, ответила Сара. «Похоже, она уже несколько свыклась с мыслью о потере матери и отца. Доктор Доннелли молодец. Она что-нибудь вспомнила о смерти Эллена Гранта?» «Ничего». «Однако она начинает кое-что вспоминать о том, что с ней произошло, когда ее похитили. Какие-то обрывки воспоминаний. Джастин, я имею в виду доктора Доннелли, уверен, что над ней тогда надругались. Но даже просмотр видеокассет с записью сеансов терапии, когда проявляются ее другие личности, не способствует полному возвращению памяти». В спокойном голосе Сары послышалось отчаяние. «Брэндон, уже май, за три месяца я не нашла ничего, что можно было бы использовать для ее защиты. Похоже, в ней сосуществуют три разные личности. Кейт, которая выполняет роль покровительницы, и словно крестная мать оберегает ее. Она называет Лори Плаксой и сердится на нее, но в то же время пытается оградить ее от неприятностей. Она блокирует память. Вторая личность — сексапильная Леона. Это она испытывала роковую страсть к Элону Гранту. На прошлой неделе она призналась доктору Доннелли, что очень сожалеет о том, что в тот вечер взяла с собой нож». «Боже мой!» — пробормотал Брэндон. И последней личностью является четырехлетняя девочка по имени Дебби. Она постоянно плачет. Подняв руки, Сара в отчаянии уронила их. «Вот так, Брэндон. Есть надежда, что она все вспомнит?» «Вероятно, да. Но трудно сказать, когда это произойдет. Лори доверяет Джастину. Она понимает, что все может кончиться тюрьмой. Но, похоже, ей никак не удается прорваться сквозь завесу в памяти». Сара подняла на него глаза. «Брэндон, Только не предлагай мне согласованное признание вины». «Я и не собираюсь этого делать», — проворчал Брэндон. «По крайней мере, пока». В библиотеку вошла Софи, неся на подносе кофе. «Я оставила их наверху одних», — сказала она. «Это ничего?» «Конечно», — ответила Сара. «Он же, в конце концов, проповедник. Не станет же он набивать себе карманы всякими мелочами. Сегодня они спорили по поводу того, как совместить твою ванную и ванную Лори, чтобы устроить там бассейн. А я-то считала, что священнослужители живут скромно». Она поставила поднос на стол. «Не обязательно», — вставил Брэндон. Бросив в чашку три кусочка сахара, он принялся размешивать его. «Сара, Грег Беннетт честно не знает, что оттолкнуло от него Лори в прошлом году. Я думаю, он все еще любит ее. Вечером накануне смерти Гранте какие-то студентки обсуждали увлечение Лори профессором, и Грег слышал их разговор. Он пулей вылетел из студенческого центра». «Ревность?» — быстро спросила Сара. Брэндон пожал плечами. «Если и так, то вряд ли это имеет какое-нибудь отношение к смерти Эллена Гранта, если только... если только к Лори не вернется память». В дверь постучали. Сара закатила глаза. «Приготовься к благословению!» — тихо сказала она, затем крикнула. «Войдите!» В дверях показались Бик и О'Пал с участливыми улыбками на лицах. Они были одеты довольно просто. Бик снял свою куртку, и майка с короткими рукавами обнажала его мускулистые руки, покрытые густыми сидеющими волосами. О'Пал была в брюках и простенькой блузке. «Мы не хотим вас беспокоить, просто зашли узнать, как дела», — сказала она. Сара представила им Брэндона Моуди. Он буркнул приветствие. «А как ваша сестренка?» — спросил Бик. «Вы и представить себе не можете, сколько человек молится за нее». Глава 75 Джастин Доннелли не хотел расстраивать Сару своими опасениями по поводу того, что память Лори вряд ли существенно восстановится к началу суда. С двумя своими сотрудницами, Пэт и Кэти, занимавшимися художественной терапией и ведением дневника, он просматривал видеозаписи своих сеансов с Лори. Обратите внимание на то, как эти личности, теперь доверяют мне и охотно разговаривают со мной. Однако они все замыкаются, когда я прошу их вспомнить о ночи 28 января или же о тех двух годах, когда Лори была похищена. Давайте вновь поговорим об этих трех личностях. Кэйт. Тридцать два года, то есть она примерно одного возраста с Сарой. Я полагаю, Лори создала ее как образ своей покровительницы, которую она видит в Саре. Но в отличие от Сары, Кэйт постоянно злится на Лори, называет ее плаксой и раздражается из-за того, что та доставляет ей одни неприятности. На мой взгляд, это говорит о том, какого отношения со стороны Сары, по ее мнению, заслуживает Лори. Дебби. Четырехлетняя девочка хочет все рассказать, но очень боится или, может быть, просто не понимает, что произошло. Я подозреваю, что она очень похожа на Лори в том возрасте. Иногда она говорит весьма забавно. Сара Кэньон рассказывала, что Лори была не по годам остроумной до того, как ее похитили. Леона, довольно сексуальная особа. Нет сомнения, что она была влюблена в Элона Гранта и ревновала его к жене. Она пришла в ярость от того, что она расценила как предательство с его стороны и была способна убить его. Однако сейчас она говорит о нем с теплотой и нежностью, как обычно говорят о бывших любовниках. Борьба окончена, гнев прошел и вспоминается только хорошее. Они сидели в комнате для персонала, примыкающих к кабинету Джастина. Через окна в комнату светило солнце. Со своего места Джастину был виден солярий, где несколько пациентов грелись на солнце. Он увидел, как в солярии держать за руки вошли Лори с Сарой. Пэт, специалист по художественной терапии, держала несколько новых рисунков. «У вас есть тот снимок, который Лори разорвала дома?» спросила она. «Он здесь?» Джастин порылся в папке. Пэт внимательно посмотрела на фотографию, сравнила ее с набросками Лори и положила рядом. «Ну что ж, взгляните на это!» она показала на неподвижно стоящую фигуру. «И на это!» «И на это!» «Что вы скажете?» «Она начала надевать на эту фигуру пляжный костюм или купальник», отметил Джастин. «Верно!» «А теперь обратите внимание, что на этих трех рисунках у фигуры длинные волосы, на этих же двух совсем короткие. Видите разницу?» «Похоже, она нарисовала мальчика. Руки сложены так же, как и на склеенной фотографии. Я думаю, что она воспроизводит свой образ, но меняет его на мальчишеский. Если бы этот снимок не был так изорван, надо же было так его изничтожить». Кэти, изучавшая ее дневник, держала в руках последнее сочинение Лори. Это почерк ее воплощения Кэйт. Но посмотрите, как он изменился с февраля. Он все больше и больше становится похож на почерк самой Лори. И послушайте, что она пишет. «Я так устала. У Лори хватит сил принять то, что ее ждет. Ей бы хотелось пройтись по центральному парку, поиграть в гольф, заехать в клуб. Как ей нравилось находиться на площадке для гольфа? Неужели еще меньше года назад ее называли лучшей девушкой среди игроков в гольф в Нью-Джерси? А может, тюрьма ничем не отличается от клиники? Может быть, там так же безопасно, как и здесь? Может быть, в тюрьме ее не будет беспокоить сон про нож? Благодаря охране никто не сможет проникнуть в тюрьму. Туда не смогут прийти ночью с ножом. В тюрьме проверяют всю почту, значит, фотографии сами не залезут в книгу. Она протянула сочинение Джастину. Доктор, это может свидетельствовать о том, что Кейт признает вину и наказание Лори. Джастин смотрел в окно. Сара и Лори сидели рядом. Сара что-то говорила, а Лори смеялась. Они выглядели привлекательными молодыми женщинами, сидящими словно на террасе своего дома или на какой-нибудь загородной вилле. Пэт проследила за его взглядом. Я вчера разговаривала с Сарой, мне кажется, ее нервы на пределе. В день, когда двери тюрьмы закроются за Лори, у вас, доктор Доннелли, может появиться новый пациент. Джастин встал. Через десять минут они должны быть у меня в кабинете. Думаю, что вы правы, Пэт. Она рисует эту разорванную фотографию. Вы знаете кого-нибудь, кто мог бы аккуратно разъединить обрывки, счистить весь этот клей, вновь собрать и увеличить ее, чтобы мы могли лучше рассмотреть. «Я попробую найти», кивнула она. Он повернулся к Кэти. «Как вы думаете, если Лори или Кейт осознает, как скажется на Саре ее тюремное заключение, будет ли она также покорно считать, что ее осуждение неизбежно? Возможно. Ну ладно, я собираюсь сделать еще кое-что. Я хочу поговорить с Грегом Беннетом, бывшим приятелем Лори, и попытаться выяснить, что случилось в тот день, когда Лори так испугалась его». Глава 76. Усаживаясь на стул возле стойки бара в Соларисе, рядом с Денни, брачным сыщиком, Брэндон заметил, что щеки пухлого лица Денни начали обвисать. Прожилки на носу и щеках являлись свидетельством его пристрастия к Манхэттену. Ден приветствовал Моуди в своей обычной радостной манере. «Ха, Брэндон, какое счастье видеть тебя!» Буркнув в ответ приветствия, Брэндон едва удержался, чтобы не поддеть Дена по поводу его ирландского акцента. Затем, вспомнив о цели своего прихода и о любви Денни к Манхэттену, он заказал выпивку и поинтересовался, как, по его мнению, выступит в этом сезоне команда. «Классно! Кубок их!» радостно отозвался Денни. «Ребята смогут, ей-богу!» «Я знал тебя, как ты еще мог говорить по-английски», подумал Брэндон, а вслух сказал. «Чудесно, чудесно». Через час, когда Моуди все еще потягивал первую порцию, Денни уже допивал третью. Пора. Брэндон перевел разговор на Лори Кэнген. «Я занимался этим делом», доверительно прошептал он. Денни прищурил глаза. «Я слышал, бедная девочка похоже свихнулась». «Похоже на то», согласился Брэндон. «Думаю, что она сдвинулась после смерти родителей. Как жаль, что она не обратилась сразу же к психиатру». Денни посмотрел по сторонам. «Обратилась», прошептал он. «Но забудь, от кого ты это узнал?» «Просто мне не нравится, что тебя держат в неведении». Брэндон изобразил крайнее удивление. «Ты хочешь сказать, что она лечилась раньше?» «Прямо там, в Риджвуде». «Откуда ты знаешь, Денни?» «Только между нами?» «Разумеется». «Сразу после смерти ее родителей меня наняли разузнать все об этих сестрах и посмотреть, чем они занимаются». «Серьезно?» «Наверное, страховая компания. Это связано с иском автобусной компании». «Вот что, Брэндон Моуди, ты знаешь, что отношения между клиентом и сыщиком строго конфиденциальны». «Разумеется, но этот автобус превысил скорость и тормоза были неисправны. Авария была неминуема. Естественно, страховая компания занервничала и решила навести справки о тех, кто может подать на них иск. Кому еще понадобится следить за ними?» Дэнни упорно молчал. Брэндон махнул бармену, но тот покачал головой. «Я сам отвезу приятеля домой», пообещал Брэндон. Он понял, что пора сменить тему разговора. Часом позже, усадив Дэнни в свою машину, он вновь заговорил о Кэньонах. Когда Брэндон уже подъезжал к скромному жилищу Дэнни, он наконец услышал, что хотел. «Брэндон, старина, ты хороший мужик», медленно сказал Дэнни заплетающимся языком. «Думаешь, я не понимаю, что ты пытался расколоть меня?» «Между нами, говоря, я не знаю, кто меня нанимал. Все это очень таинственно. Какая-то женщина. Она назвалась Джейн Грейвс. Я ни разу не встречался с ней. За очередной информацией она звонила мне каждую неделю. Я посылал ей отчеты на абонентский ящик в Нью-Йорк-сити. «Знаешь, кто это мог быть?» «Вдова покойного профессора». «Разве эта бедная помешанная Кэньон не писала ему всякую любовную билиберду и разве не является показателем то, что потребность в моих услугах пропала сразу после убийства?» Толкнув дверцу машины, Дэнни неуверенно вылез. «Спокойной ночи и в следующий раз говори прямо, что тебе нужно. Тебе не надо будет так щедро поить меня». Глава семьдесят седьмая. Тем архитектором, которого Биг привел в дом Кэньонов в один из своих первых приездов, был бывший заключенный из Кентукки. Это он установил подслушивающее устройство библиотеки и в телефоне и спрятал магнитофон в спальне для гостей, расположенной над кабинетом. Когда Биг и Опал ходили по второму этажу с рулетками, материалами и образцами красок, им не составляло труда менять в магнитофоне кассеты. Как только они садились в машину, Биг сразу же ставил кассету и продолжал прослушивать их снова и снова в номере гостиницы Виндхэм. По вечерам Сара регулярно звонила доктору Доннеле, и эта информация была особенно ценной. Поначалу Опал стоило больших усилий сдерживать свое раздражение по поводу неуемной страсти Бика знать все, что касалось Ли. Но по мере того, как проходили недели, она все больше терзалась двойственным чувством, страхом разоблачения с одной стороны и завороженным интересом, с каким она следила за возвращением памяти к Лоре с другой. Разговор Сары с доктором о всплывшем в памяти Лоре кресле-качалке доставил Бику особое удовольствие. Милая малышка вздохнул он. Помнишь, какая она была очаровательна и как чудесно пела? Мы хорошо научили ее? Он покачал головой. Боже мой! Затем он нахмурился. Однако она начинает говорить. Бик открыл окна, и комната наполнилась теплым майским воздухом. Легкий ветерок шевелил штору. Он отрастил волосы немного длиннее, и сегодня они были не причесаны. Он был в старых брюках и майке, обнажавшей его руки, покрытые густыми курчавыми волосами, которые опал называла своей любимой подушкой. Она смотрела на него с благоговением. — О чем ты думаешь, опал? — спросил он. — Ты сочтешь меня сумасшедшей. И все-таки мне только что пришло в голову, что если к твоим взлохмаченным волосам и к твоему виду в майке без куртки добавить золотую серьгу, какую ты носил раньше, то преподобный Хокинс исчезнет. Ты вновь станешь Биком, певцом в ночном клубе. Биг долго внимательно смотрел на нее. — Мне не нужно было говорить это в страхе, подумала она. Он не захочет даже думать о том, что такое возможно. Но он вдруг сказал. — Опал. Сам Господь навел тебя на эту мысль. Я много думал о той старой ферме в Пенсильвании и о том кресле-качалке, где я сидел, держа на руках эту милую крошку. И у меня зрел план. Сейчас ты помогла завершить его. — О чем ты? Благожелательное выражение сползло с его лица. — Никаких вопросов. Я же говорил тебе. Никогда не задавай мне вопросов. Об этом знаем лишь я и Всевышний. Прости Бобби. Она нарочно назвала его Бобби, зная, что это смягчит его. — Ничего. Из всего этого я понял, что мне не стоит появляться перед этими людьми в рубашках с коротким рукавом. Волосатые руки упоминаются слишком часто, а больше ты ничего не заметила? Она молчала. На его лице появилась зловещая улыбка. — Похоже, здесь начинается романтическая любовная история. Послушай, как между собой разговаривают доктор и Сара. В их голосах с каждым разом все больше тепла. Он все больше и больше заботится о ней. Хорошо, что будет кому ее утешить после того, как Ли присоединится к небесному хору. Глава семьдесят восьмая. Подняв глаза от стола, Карен ослепительно улыбнулась. Она уже где-то видела этого маленького лысеющего человека с морщинистым лбом. Она предложила ему сесть. Он показал ей свою визитную карточку, и Карен поняла, почему он показался ей знакомым. Это был нанятый кэньонами детектив, и он присутствовал на похоронах. Луиза Ларкин говорила ей, что он беседовал с преподавателями и студентами в студенческом городке. Миссис Грант, если я не вовремя, вам стоит только намекнуть, сказал Моуди, оглядывая офис. Нет, нет, все в порядке, заверила она его. Сегодня спокойное утро. Насколько я понимаю, путешествует сейчас не очень-то активно, как бы невзначай заметил Моуди. Так, по крайней мере, говорят мои друзья. «Как и все остальное, ни шатка, ни валка. Может быть, вы хотите куда-нибудь поехать?» «Шустрая женщина», подумал Брэндон. «И вблизи она выглядит не менее привлекательно, чем на расстоянии, когда я видел ее на кладбище». На Карен Грант был бирюзовый костюм и блузка гармонирующего оттенка. Этот цвет подчеркивал зелень ее глаз. «Такой наряд не купишь у Кэй Март», отметил про себя Брэндон, «так же, как и тот нефрит в виде полумесяца и бриллианты, что у нее на лацканах». «Не сегодня», ответил он, «я бы хотел задать вам несколько вопросов о вашем покойном муже». Улыбка сползла с ее лица. «Мне очень тяжело говорить об Эллоне», сказала она. «Луиза Ларкин рассказывала мне о вас. Вы собираете сведения для защиты Лори Кэньон». «Мистер Моуди, мне очень жаль Лори, но она отняла у меня мужа и угрожала мне». «Она ничего об этом не помнит». «Она очень больна», тихо произнес Брэндон. «Моя задача помочь присяжным понять это». «Я читал копии тех писем, которые она или кто-то другой написал профессору Гранту». «Когда вам стало известно, что он их получает?» «Сначала Эллон не показывал их мне. Полагаю, не хотел меня расстраивать». «Расстраивать?» «Понимаете, они откровенно нелепы. Я имею в виду, что некоторые описанные в них воспоминания относятся к тем дням, которые мы с Эллоном проводили вместе. Все это откровенная выдумка, и тем не менее весьма неприятно. Я случайно наткнулась на письма в ящике его стола и спросила его о них. «Насколько хорошо вы были знакомы с Лори?» «Не очень хорошо. Она превосходно играет в гольф, и я читала о ее достижениях в газетах. На нескольких мероприятиях, проводившихся в колледже. Я встречала родителей Лори. Вот, пожалуй, и все. Мне было искренне жаль ее, когда они погибли. Я знаю, Эллон опасался, что у нее может быть нервный срыв. «В ту ночь, когда он умер, вы были в Нью-Йорке?» «Я была в аэропорту, встречала клиента. Когда вы в последний раз разговаривали с мужем?» Я позвонила ему около восьми часов вечера. Он был ужасно огорчен. Эллон рассказал мне о неприятной сцене, которую устроила ему Лори Кэньон. Ему казалось, что он неправильно повел себя в этой ситуации. Он считал, что ему надо было поговорить с Сарой и Лори, прежде чем ее вызовут к декану. Он сказал, что искренне верит в то, что она ничего не помнит об этих письмах. Она так негодовала и была потрясена, когда ее обвинили. Вы понимаете, что если вы расскажете это на суде, то поможете Лори. В глазах Карен Грант заблестели слезы. Мой муж был самым добрым и отзывчивым человеком из всех, кого я знала. Он как никто другой не хотел бы, чтобы я причинила этой девочке вред. Моди прищурил глаза. Миссис Грант, был ли у вас когда-либо повод подозревать вашего мужа в том, что он увлекся Лори? На ее лице отразилось недоумение. Но это же смешно. Ей всего двадцать или двадцать один, а Эллону было сорок. Такое случается. И, конечно, в этом не было бы ничего предосудительного, если бы вы захотели убедиться, скажем, проверить, что это не так. Не понимаю, о чем вы говорите. Может быть, нанять частного детектива, такого, как, например, я? Слезы на ее глазах тут же высохли. Карен Грант явно разозлилась. Мистер Моуди, я не позволила бы так оскорбить твоего мужа, и вы оскорбляете меня. Она встала. Думаю, нам с вами больше нечего сказать друг к другу. Моуди медленно поднялся. Прошу вас простить меня, миссис Грант. Постарайтесь понять, что мне нужно объяснить как-то действие Лори. По вашим словам, профессор Грант считал, что Лори на грани нервного срыва. Если между ними что-то было, и он рассказал об этом руководству, тогда в ней произошел надлом. Мистер Моуди, не выгораживайте девочку, которая убила моего мужа, пытаясь очернить его. Эллен был скромным и замкнутым человеком. Он чувствовал себя крайне неловко, когда студентки влюблялись в него. Вы не можете извратить этот факт ради спасения его убийцы. Виноват и кивая, Брэндон Моуди обвел глазами офис. Он был обставлен со вкусом. Красный кожаный диванчик и такие же стулья, на стенах плакаты с экзотическими видами, свежие цветы на столе Карен Грант и на кофейном столике возле дивана. На ее столе не было никаких бумаг, и за все время, пока он был там, ни разу не зазвонил телефон. Миссис Грант, на прощание мне хотелось бы сказать вам нечто более приятное. Моя дочь работает стюардессой в Американ Ирлайнс. Она любит свою работу и говорит, что туристский бизнес невероятно захватывающее дело. Надеюсь, вы чувствуете то же самое, и ваша работа помогает вам пережить потерю мужа. Ему показалось, что она слегка смягчилась. Я бы просто пропала без работы. В офисе больше никого не было. А сколько человек здесь работает? Ненавязчиво поинтересовался он. Моя секретарша вышла по делу, а Энни Вебстер, владелица бюро, сегодня больна. Значит, всеми делами занимаетесь вы? Энни скоро уходит на пенсию, и я возьму в свои руки. Все. Понятно. «Ну что ж, я отнял у вас уже достаточно много времени». Моуди не сразу вышел из гостиницы. Усевшись в вестибюле, он стал наблюдать за бюро путешествий. За два часа туда не вошел ни один человек. Через стеклянную стену офиса он видел, что Карен ни разу не сняла трубку телефона. Отложив в сторону газету, которой он закрывался, Брэндон неспеша подошел к портье и завел с ним беседу. Глава семьдесят девятая Грег Беннет ехал по Тернпайк, направляясь к Линкольн Таннел. Стоял теплый туманный день. Словно уже был июль, а не последняя неделя мая. Он ехал в своем новом мустанге с открытым верхом. Это был подарок деда по случаю окончания колледжа. От такого подарка Грег чувствовал себя неловко. Дедушка, мне уже двадцать пять, и я в состоянии сам заработать себе на машину, пытался возразить он, но мать отвела его в сторону. Ради Бога, Грег, не будь таким заносчивым. Дед так рад, что тебя приняли в Стэнфорд. Его просто распирает от гордости. По правде говоря, Грегу был больше по душе старенький подержанный форт, на котором он ездил в Клинтоне. Он до сих пор помнил, как небрежно закидывал в багажник мешки с клюшками для гольфа, а Лори садилась рядом, подшучивая над его игрой. Лори. Он свернул на третью магистраль, подъезжая к тоннелю. Здесь обычно все ехали медленнее, и он взглянул на часы на панели управления. Было пятнадцать сорок. Хорошо. У него было достаточно времени, чтобы добраться до клиники. Грег надеялся, что выглядел вполне прилично. Он долго раздумывал, что надеть, и выбрал бежевый пиджак, рубашку без воротничка, твидовые брюки и легкие кожаные туфли. Лори не одобрит его, если он слишком вырядится. От мысли о том, что он увидит ее после стольких месяцев, у него пересохло во рту. Сара ждала в приемной. Он поцеловал ее в щеку. Ему сразу бросилось в глаза, как она измучилась. Под глазами образовались темные круги. По контрасту с темными бровями и ресницами ее кожа казалась прозрачной. Она сразу же повела его к доктору, лечившему Лори. Возможно, однажды Лори расскажет нам о тех годах, когда ее похитили, и о смерти Элона Гранта, но на данном этапе она не может помочь нам подготовить ее защиту. Мы пытаемся помимо Лори воссоздать картину обстоятельств, на которые у Лори возникла неадекватная реакция, и попробовать узнать, что послужило толчком ее нервного расстройства. Вы рассказывали Саре и детективу Моуди о том, что произошло в вашей квартире год назад. Мы хотели бы воспроизвести этот эпизод. Лори согласна на этот эксперимент. Мы запишем вас с ней на видеопленку. Нам необходимо, чтобы вы в ее присутствии описали, что вы делали, что говорили и где вы находились относительно друг друга. Прошу вас, ради нее ничего не изменяйте и не скрывайте. Ничего, я подчеркиваю. Грег кивнул. Доктор Донали поднял телефонную трубку. Приведите, пожалуйста, Лори. Грег не знал, к чему готовиться. Конечно, это была не та очаровательная Лори в коротенькой юбочке и майке с узеньким ремешком, подчеркивавшем ее тонкую талию и в сандалии. Увидев его, она напряглась. Что-то подсказало Грегу, чтобы он не вставал. Он небрежно махнул ей рукой. Привет, Лори. Усаживаясь рядом с Сарой, она настороженно смотрела на него, затем кивнула, но ничего не сказала. Грег включил камеру. Грег, около года назад Лори пришла к тебе в гости, и по непонятной причине ее охватила паника. Расскажи нам об этом. Грег слишком часто вспоминал то утро, и поэтому сразу же начал рассказывать. Это было воскресенье. Я спал дольше обычного. В десять часов Лори позвонила в дверь и разбудила меня. Опиши свою квартиру, вмешался Джастин. Однокомнатная квартира над гаражом километров двух от студенческого городка. Маленькая кухня, стойка со стульями, раскладывающийся диван-кровать, книжные шкафы, комод, два встроенных шкафа, довольно просторный туалет. В общем-то, довольно неплохая на фоне многих других. Сара смотрела, как Лори закрыла глаза, словно вспоминая. Хорошо, сказал Джастин. Ты ждал, что Лори зайдет к тебе? Нет, она собиралась провести этот день дома. Вообще-то, она меня приглашала к себе, но мне нужно было сдавать курсовую работу. Она ходила на девятичасовую службу в церковь, затем заехала в булочную. Когда я открыл ей дверь, она сказала что-то вроде «Твой кофе, мои горячие булочки. Идет?» Какое у нее было настроение. Хорошее, она смеялась. В субботу мы играли с ней в гольф, и игра была очень упорной. Она выиграла у меня с минимальным преимуществом. В воскресенье утром на ней было белое летнее платье, и выглядела она просто великолепно. Ты поцеловал ее? Грек взглянул на Лори. В щечку, когда она подставила мне ее для поцелуя. Временами я чувствовал, что ей это нравится, но я всегда был очень осторожен. Я словно боялся ее отпугнуть. Когда я обнимал и целовал ее, я всегда делал это медленно и ненавязчиво, и следил за ее реакцией. И если я чувствовал, что она напрягается, сразу же отпускал ее. И тебя естественно это огорчало, спросил Джастин. Естественно? Но я всегда чувствовал, что в Лори был какой-то страх, и мне нужно было подождать, пока она станет мне доверять. Грек прямо посмотрел на Лори. Я ничем не обидел ее. Я убил бы любого, кто посмел бы обидеть ее. Лори смотрела на него, уже не избегая его взгляда. Следующей заговорила она. Я сидела за столиком рядом с Грегом. Мы выпили уже по две чашки кофе и доедали третью булочку. Мы говорили о том, когда бы нам еще поиграть в гольф. Я чувствовала себя очень счастливой в тот день. Было такое прекрасное утро, и все казалось свежим и чистым. На слове «чистым» ее голос дрогнул. Грег встал. Лори сказала, что ей нужно ехать. Она поцеловала меня и направилась к двери. В этот момент не было никаких признаков страха или паники, уточнил Джастин. Никаких. Лори, я хочу, чтобы ты встала возле Грега точно так же, как в тот день. Сделай вид, что ты собираешься уходить. Лори нерешительно встала. «Вот так», прошептала она. Она протянула руку к воображаемой ручке двери, стоя спиной к Грегу. «И он... И я хотел было приподнять ее», сказал Грег. «В шутку, конечно. Мне хотелось еще раз поцеловать ее». «Покажи, как», велел Джастин. «Вот так?» Грег встал позади Лори и, обхватив ее руками, начал приподнимать ее. Ее тело напряглось, она начала всхлипывать. Грег сразу же отпустил ее. «Лори, скажи, чего ты боишься?» поспешно спросил Джастин. Всклипывания сменились сдавленными детскими рыданиями, но она не отвечала. «Дебби, это ты там плачешь?» обратился к ней Джастин. «Но скажи мне, почему?» Она показала направо и вниз. «Он хочет отнести меня туда», сказала она сквозь слезы слабым детским голосом. У Грега был ошарашенно озадаченный вид. «Погодите-ка», сказал он, «если бы мы были в моей квартире, то она бы сейчас показывала на диван кровать». «Опиши его», отрывисто вставил Джастин. «Я только встал, так что он был разложен и не убран». «Дебби, почему ты испугалась, решив, что Грег собирается отнести тебя на кровать? Что могло там с тобой произойти? Расскажи нам». Она закрыла лицо руками и продолжала тихо по-детски плакать. «Не могу». «Почему, Дебби, мы же любим тебя?» Подняв глаза, она бросилась к Саре. «Сара, я не знаю, что было потом», прошептала она. «Как только мы ложились в постель, я куда-то уносилась, глава восьмидесятая. Вера Уэст не могла дождаться конца семестра. Ей было все труднее казаться невозмутимой, что, как она понимала, было крайне необходимо. Сейчас, когда она шла днем по территории городка, сжимая в руках кожаную сумку, набитую работами студентов, она неожиданно для себя начала молиться, чтобы не разрыдаться, прежде чем войдет в свой коттедж. Ей нравился коттедж, который она снимала здесь. Он был со всех сторон окружен деревьями, и когда-то в нем жил садовник, расположенного по соседству большого дома. Она устроилась на работу на английское отделение Клинтонского колледжа, после того, как, проучившись дополнительно три года и получив сорок лет докторскую степень, она почувствовала, что ей нужно что-то изменить в своей жизни и уехала из Бостона. Клинтон оказался именно таким небольшим и опрятным местечком, какие ей очень нравились. Поскольку она была завзятой театралкой, ее также устраивала близость Клинтона к Нью-Йорку. В ее жизни было немного мужчин. Порой она мечтала встретить кого-то особенного, но потом пришла к выводу, что ей уготовано судьбой пойти по стопам своих незамужних теток. И вот она встретила Элона Гранта. Слишком поздно Вера поняла, что полюбила его. Он преподавал на том же факультете. Это был замечательный человек. блестящего ума, и он по праву пользовался любовью у студентов. Все началось в октябре. Как-то вечером после лекции о Киссинджере у Элона не заводилась машина, и она предложила его подвезти. Грант Грант предложил ей зайти к нему что-нибудь выпить, и она согласилась. Она никак не могла предположить, что его жены не окажутся дома. Его дом удивил Веру своей роскошной обстановкой, учитывая, что она знала, сколько он получает. Однако не чувствовалось никаких усилий придать этому надлежащий вид. Квартира выглядела так, словно нуждалась в хорошей уборке, она знала, что Карен, его жена, работала в Манхэттене, но она не предполагала, что у нее там была квартира. Здравствуйте, доктор Уэст. А, да, привет. Вера попыталась улыбнуться, проходя мимо группы студентов. По их приподнятому настроению чувствовалось, что близится конец семестра. Никому из них не грозит одинокое лето и одинокое будущее. В тот первый вечер у Элона дома она предложила приготовить лед, пока он наливал виски с содовой. В морозильнике лежала груда упаковок пиццы, лазаньи, куриные полуфабрикаты и бог знает, что еще. Боже мой, неужели он так питается? Через два дня вечером Элона занес ей домой книгу. Она только что пожарила курицу и аппетитный запах разнесся по всему дому. Когда он что-то сказал по этому поводу, Вера естественно пригласила его поужинать. Элона привык подолгу гулять перед ужином. Он стал нередко заходить к ней, затем все чаще и чаще, когда Карен была в Нью-Йорке. Он звонил, спрашивал, не хотела бы она составить ему компанию и если да, то что ему принести? Называя себя мужчиной, который пришел поужинать, он приносил с собой то вино, то сыр, то фрукты. Элон всегда уходил от нее восемь или в половине девятого. Он был всегда к ней внимателен, но не более, чем если бы они находились в окружении людей. Но несмотря на это, Вера не могла уснуть по ночам, думая о том, скоро ли о них начнут сплетничать. Она не спрашивала его, зная наверняка, что он не рассказывает жене об их встречах. Элон показал ей письма Леоне, как только начал их получать. «Я не собираюсь показывать их Карен», сказал он, «они только расстроят ее». «Я уверена, что она не придаст им значения». «Нет, Карен лишь выглядит умудренной опытом женщиной. На самом деле она далеко не так уверена в себе, и она зависит от меня в гораздо большей степени, чем ей кажется». «Через через несколько недель он сказал ей, что Карен обнаружила письма. Как я и предполагал, она огорчена и встревожена». В это время Вера подумала, что Карен ведет себя несколько странно. Встревожена за своего мужа и все время в отъезде. Глупая женщина. Сначала Эллен казалось намеренно избегал разговоров о себе. Затем постепенно он начал рассказывать ей о своем детстве. «Отец ушел от нас, когда мне было восемь месяцев». «Мама с бабушкой». «Такой дуэт». «Они только и делали, что зарабатывали деньги». Он рассмеялся. «Я имею в виду, что они почти только этим и занимались». У бабушки был большой старый дом в Итаке. Она сдавала комнаты старикам. Я всегда говорил, что вырос в доме престарелых. Четверо или пятеро стариков были в прошлом педагогами, так что у меня не было проблем с домашними заданиями. Моя мать работала в местном универмаге. Они экономили каждый цент, чтобы я мог получить образование и с умом вкладывали деньги. «Готов поклясться, что они были разочарованы, когда я получил право на большую стипендию в Ельском университете. Они обе хорошо готовили. Я до сих пор помню, как приятно было приходить домой холодным днем после занятий и, открывая дверь, чувствовать тепло и вдыхать вкусные запахи, разносившиеся из кухни». Эллен рассказывал ей все это за неделю до смерти. Затем он добавил, «Вера, я чувствую то же самое, когда прихожу сюда. Тепло и ощущение, что я прихожу домой к тому, с кем я хочу быть и кто, я надеюсь, хочет быть со мной». Он обнял ее. «Ты можешь немного подождать? Мне нужно что-то придумать». Вечером перед смертью Эллен в последний раз приходил к ней. Он был очень расстроен и подавлен. «Мне надо было сначала поговорить с Лори и ее сестрой. Я слишком поторопился, обратившись сразу к декану. Теперь декан считает, что у меня со студентами слишком понебратские отношения. Он прямо спросил, какие проблемы у нас с Карен и что является причиной ее стручастого отсутствия. В тот вечер уже в дверях он медленно поцеловал ее и сказал, «Все изменится. Ты нужна мне, и я очень люблю тебя». Какое-то предчувствие подсказало ей, что надо попросить его остаться, если бы она только прислушалась к нему и плевать на все эти сплетни. Но она дала ему уйти. После половины одиннадцатого она позвонила ему. У него был радостный голос. Он уже поговорил с Карен и все выложил ей. Он принял снотворное. «Я люблю тебя», вновь сказал он, и это были последние слова, которые она от него услышала. Слишком взволнованная, чтобы лечь спать, Вера посмотрела в одиннадцать часов новости и начала прибираться в гостиной, взбивая подушки и раскладывая журналы. Она заметила, как на кресле что-то блеснуло. Это был ключ зажигания от машины Эллона. Он, видимо, выпал из его кармана. Ее внезапно охватило какое-то непонятное беспокойство. Найденный ключ был предлогом для очередного звонка. Она набрала его номер и долго слушала гудки. К телефону никто не подходил. «Должно быть, снотворное уже подействовало», убедила она себя. Сегодня, под влиянием вновь нахлынувшего на нее чувства одиночества, Вера торопливо шла с опущенной головой по вымощенной булыжникам дорожки. Перед ее глазами стояло лицо Элэна. Ей мучительно хотелось обнять его. Она дошла до ступенек. «Элэн!» 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 Вера не заметила, что произнесла его имя вслух, пока не встретилась с проницательным взглядом Брэндона Моуди, поджидавшего ее на крыльце. Глава восемьдесят первая. Сидя в углу за столиком Вилья Чезаре в Хилсдейле в нескольких километрах от Риджвуда, Сара никак не могла понять, как ей пришло в голову согласиться на этот ужин с преподобным Бобби и Карлой Хокинс. Эта парочка показалась в дверях через пять минут после ее возвращения из Нью-Йорка. Как они объяснили, они ездили тут неподалеку, осматривая окрестности, и видели, как она обогнала их на Линкольн-авеню. «У вас был такой вид, словно вам нужна помощь», сказал преподобный Бобби. «И я почувствовал, что Господь велел мне развернуться и заехать к вам, чтобы узнать, как дела». Когда Сара, распрощавшись с Грэгом Беннетом в семь часов приехала домой из клиники, то почувствовала сильную усталость и голод. Софи не было, и как только Сара открыла дверь пустого дома, поняла, что не хочет находиться там. Вилья Чезаре издавна был ее любимым рестораном, где можно великолепно поесть. Устрицы, креветки, белое вино, капучино — всегда теплая и приветливая обстановка, подумала она. Сара уже выходила из дому, когда подъехали хокинсы, и в конце концов они поехали в ресторан вместе. Приветствуя кивком головы знакомых, сидевших за другими столиками, Сара сказала себе, это доброжелательные люди, и я выслушаю все их проповеди. Погруженная в свои мысли, она не сразу поняла, что преподобный Хокинс спрашивал ее о Лоре. «Это дело времени», — объяснила она. Джастин, я имею в виду доктора Доннелли, совершенно не сомневается в том, что в конце концов Лоре перестанет упорствовать и расскажет о той ночи, когда умер профессор Грант. Но похоже, что эти воспоминания тесно связаны со страхом, который она испытывала в прошлом. Доктор полагает, что в какой-то момент у нее наступит внезапное просветление памяти. Я молю Бога, чтобы это случилось. «Аминь», — произнесли в унисон Бобби и Карло. Сара поняла, что была неосмотрительна. Она рассказывала о Лоре слишком много, ведь она совершенно не знала этих людей, и единственное, что их связывало, это продажи дома. «Дом». Вот о чем можно говорить. «Мама сажала цветы с таким расчетом, чтобы у нас постоянно что-то цвело», — сказала она, выбирая булочку по поджаристей. «Тюльпаны просто великолепны, вы сами видели. Примерно через неделю зацветут азалии. Мне они нравятся больше всего. У нас они красивые, но у Дандрес вообще необыкновенные. Это угловой дом». О Пал ослепительно улыбнулась. «О каком доме вы говорите? О том, что с зелеными ставнями или о белом, который прежде был розовым?» «О том, что был розовым. Отец просто видеть его не мог, когда прежние владельцы покрасили его в этот цвет. Я помню, как он говорил, что собирается ехать в муниципалитет и ходатайствовать о снижении налогов с него». О Пал чувствовала, как Биг жег ее взглядом. Она чуть не ахнула, осознав свою чудовищную оплошность. И чего она сейчас вспомнила про этот угловой розовый дом? Сколько лет назад его перекрасили? К счастью, Сара Кэньон, кажется, не заметила ее оплошности. Она заговорила о новой квартире и о том, как хорошо там идет строительство. «Она будет готова к первому августа», сказала Сара. «И мы сможем вовремя освободить для вас дом. Вы очень любезны, что дали нам столько времени». «Возможно ли то, что Лори будет жить дома?» «Как бы не взначай», спросил Биг, пока официант подавал ему телячью отбивную. «Помолитесь за это, преподобный Хокинс», сказала ему Сара. «Доктор Доннель утверждает, что она не представляет ни для кого угрозы. Он хочет, чтобы ее обследовал психиатр, назначенный прокуратурой, и подтвердил, что она может находиться на амбулаторном лечении. Он считает, что Лоре необходимо преодолеть чувство страха, вызывающее у нее стремление запереться, чтобы почувствовать себя в безопасности. А это необходимо для ее защиты. «Мне больше всего хочется увидеть вашу маленькую сестру дома в Риджводе», сказал Биг, похлопав Сару по руке. «В ту ночь, когда Сара легла в постель, ее не покидало чувство, что она упустила нечто такое, на что должна была обратить внимание. «Должно быть, Лоре что-то сказала», решила она, погружаясь в сон. Глава 82. Джастин Доннелли шел из клиники к себе домой на Сентрал Парк Саут и был так погружен в свои мысли, что впервые не обращал внимания на панораму Нью-Йорка. В семь часов до захода солнца оставалось еще минут сорок. Мягкая, теплая погода выманила на улицу множество людей, которые не спеша прогуливались по Пятой Авеню, останавливаясь возле киосков на тротуаре вдоль парка или возле картин художников-любителей. Он не замечал ни пикантных запахов, исходивших от лотков, которые уличные торговцы уже убирали на ночь, ни лошадей на углу Пятой Авеню, терпеливо стоящих в ожидании, когда их впригут в празднично украшенные тележки. Не ряда лимузинов перед отелем Плаза. Мысли Джастина были заняты Лори Кэньон. Ее случай, безусловно, был самым ярким и интересным в практике доктора Доннелли. Обычно женщины, подвергшиеся в раннем возрасте сексуальным домогательством, чувствовали, что они в какой-то степени сами виноваты в этом. Большинство из них приходит потом к выводу, что они бессильно были предотвратить случившееся. Лори же противилась пониманию этого факта. Однако уже наблюдался какой-то прогресс. Перед уходом из клиники он зашел повидаться с ней. Лори поужинала и сидела в солярии. Она была тихой и задумчивой. «Я очень благодарна Грегу, что он пришел сегодня». Неожиданно начала она и потом добавила, «Я знаю, что он никогда не обидит меня». Джастин ухватился за эту возможность. «Он не только никогда не обижал тебя, Лори, он сделал гораздо больше. Когда он в шутку приподнял тебя, он помог тебе что-то вспомнить. Если ты напряжешь свою память и вспомнишь все, это поможет тебе выздороветь. Так что все зависит от тебя». «Я знаю», ответила Лори. «Я попытаюсь, обещаю». «Вы знаете, доктор, чего я хочу больше всего на свете?» Она не стала ждать его ответа. «Я хочу полететь в Шотландию и поиграть в гольф в Сент-Андрусе». «Вам кажется, что я несу бред?» «Нет, мне кажется, это замечательная идея». «Но этого, конечно, никогда не будет, если только ты не поможешь себе». Свернув к своему дому, он думал о том, что слишком давит на нее. Он также раздумывал над тем, не совершил ли он ошибку, попросив прислать назначенного прокуратурой психиатра с целью переосвидетельствования состояния Лори для возможного восстановления поручительства. Спустя несколько минут, когда он уже сидел на террасе своей квартиры, потягивая свой любимый австралийской Чардо Ней, раздался телефонный звонок. Звонили из клиники. Извинившись за беспокойство, старшая сестра сказала «Здесь мисс Кэньон, она говорит, что у нее к вам что-то срочное». «Лори?» «Нет, не Лори, доктор. Кейт, она хочет сказать вам что-то очень важное. Передайте ей трубку». Он услышал знакомый резкий голос. «Слушайте внимательно, доктор Доннелли, вы должны это знать. Один мальчонка страшно хочет поговорить с тобой, но Лори не дает ему. Она боится». «Что это за мальчик, Кейт?» быстро спросил Джастин. «Я прав», подумал он. «В Лори существует еще одна личность, которая пока не проявляла себя. Я не знаю, как его зовут. Он не говорит мне. Ему лет девять-десять. Он очень сообразительный и много выстрадал из-за Лори. Он устал молчать. Продолжай заниматься с ней. Она уже не выдерживает. Он чуть было не заговорил с тобой сегодня». И он услышал, как положили трубку. Глава восемьдесят третья. Пятнадцатого июня преподобному Бобби Хокинсу позвонила Лиз Пирс из журнала People и попросила у него интервью. Ей поручили написать о нем в сентябрьском номере. Биг начал отказываться, затем сказал, что ему очень приятно и он польщен. «Я буду рад, если вы напишете о моей службе», в итоге сказал он ей. Но как только он положил трубку, его голос сразу изменился. «О, Пал, если я откажусь, эта журналистка подумает, что я что-то скрываю. А так я, по крайней мере, смогу проследить, о чем она пишет». Глава восемьдесят четвертая. Брэндон Моуди с сочувствием смотрел на Сару. Был жаркий июньский день, но она так и не включила кондиционер в библиотеке. На ней был темно-синий жакет с белым воротником и белая юбка. Было только половина девятого, но она уже собралась ехать в Нью-Йорк. Это продолжается уже четыре месяца. Она ест, пьет, дышит, думает только о защите, подготовка которой не сдвигается с мертвой точки. Она целыми днями сидит в психиатрической клинике и радуется, что ее сестра там, а не в Хантердонской тюрьме, а он еще собирается лишить ее последней надежды на успешную защиту. В дверь постучала Софи и, не дожидаясь приглашения, вошла, неся под нос кофе, булочками и апельсиновым соком. Мистер Моуди, обратилась она к нему, надеюсь, вы убедите Сару съесть эту булочку? Она совсем ничего не ест и от нее остались кожа да кости. Ах, Софи, начала была Сара. Не надо вздыхать, ах, Софи, я говорю, что есть. Софи поставила под нос на стол, ее лицо выражало беспокойство. Этот чудотворец не собирается сегодня прийти, спросила она. Говорю тебе, Сара, требуй с них арендную плату. Это они вправе требовать ее у меня, ответила Сара. Они уже с марта являются владельцами этого дома. По договоренности ты освобождаешь дом в августе. Они не беспокоят меня, наоборот, они очень добры ко мне. Последнее время я каждое воскресенье смотрю передачу и должна тебе сказать, это та еще парочка. Насколько я понимаю, он, прикрываясь именем Господа, берет за свои чудеса наличными и говорит так, словно Господь забегает к нему каждый день поболтать. Софи, возмутила Сара, хорошо, хорошо, ты занята. Качая головой, Софи вышла из библиотеки, ее тяжелые шаги свидетельствовали о том, что ей все это очень не нравится. Сара подала Брэндону чашечку кофе. Так мы говорили, а вообще-то о чем мы говорили? Брэндон взял кофе, положил в него три ложки сахара и шумом размешал. Мне бы очень хотелось чем-нибудь порадовать тебя, но, увы, нечем, произнес он. Мы надеялись на то, что Эллен Грант воспользовался угнетенным состоянием Лори и довел ее до отчаяния, передав ее письма руководством. Так вот, Сара, если он и воспользовался, то нам этого ни за что не доказать. Его брак уже разваливался. Я почувствовал это и вышел на его жену. Она дамочка непростая. Судя по тому, что о ней говорят в гостинице, у нее было довольно много приятелей. Однако вот уже около года она задержалась на одном, от которого похоже без ума. Его имя Эдвин Рент. Это один из тех красавчиков, что всю жизнь живут за счет женщин. Ему лет 40-45. Это писатель, путешественник, который, не зарабатывая себе достаточно денег даже на пропитание, отдыхает на лучших курортах мира. Он мастерски обработал эту красотку. А Эллен Грант знал о нем? спросила Сара. Не уверен, когда Карен приезжала домой, у них как будто бы все шло хорошо. Но предположим, что он все-таки знал и чувствовал себя оскорбленным и отвергнутым. Тогда он обратил свое внимание на Лори, которая была от него без ума. Говоря это, Сара оживилась. Бедняжка, она пытается ухватиться за что угодно, на чем можно было бы построить защиту Лори, подумал Брэндон. Не годится, откровенно сказал он. Эллен встречался с преподавательницей факультета Верой Уэст. Она разрыдалась и сказала мне, что в последний раз говорила с ним по телефону в день его смерти в половине одиннадцатого вечера. Он был в хорошем настроении, так как почувствовал облегчение после того, как все выложил жене. А именно, как она поняла, он сказал своей жене, что хочет развестись с ней. Брэндон отвернулся, чтобы не видеть отчаяние в глазах Сары. В принципе, ты могла бы обвинить его жену, поскольку это не будет опровергнуто надлежащими доказательствами, сказал он. Мать Эллена Грант оставила ему довольно крупную сумму в доверительную собственность. По условиям он должен был получать около 100 тысяч долларов в год, а остальное миллиона полтора. И эта сумма продолжает расти. Он мог взять по достижении 60 лет. Мать очевидно понимала, что он не умеет обращаться с деньгами. Как я слышал, Карен Грант распоряжалась этими деньгами, как своими собственными. В случае развода эта доверительная собственность не подлежала разделу. Сколько бы она не зарабатывала в бюро путешествий, она была бы не в состоянии оплачивать свою шикарную квартиру и наряды. И о писателе ей осталось бы только вспоминать. Однако в случае смерти Эллена все переходило к ней. Единственная неувязка в том, что Карен Грант, разумеется, не позаимствовала нож у Лори, чтобы убить своего мужа и затем вернуть нож ей. Сара не замечала, что ее кофе уже почти совсем остыл. Она пила его маленькими глотками, чувствуя, что это помогает ей в какой-то степени снять возникшее напряжение. До меня дошли слухи из Хантердонской прокуратуры, сказала она ему, что психиатр, которого направили обследовать Лори, просмотрел видеозаписи сеансов. Он допускает возможность того, что Лори страдает расщеплением личности. Она провела рукой по лбу, словно пытаясь прогнать головную боль. За то, что Лори признает себя виновной в непредумышленном убийстве, они не будут требовать максимального наказания. Лет через пять, а то и меньше, ее, возможно, уже выпустят. А если дойдет до суда, ей будет предъявлено обвинение в умышленном преднамеренном убийстве, и вероятность того, что пройдет именно эта формулировка, тогда очень велика. Глава восемьдесят пятая. Прошел уже месяц с тех пор, как Кейт позвонила мне и сказала, что существует еще одна личность. Девятидесятилетний мальчик, который хочет поговорить со мной, начал Джастин Доннелли. И как ты знаешь, с тех пор Кейт отрицает, что ей что-либо известно об этой личности. Сара кивнула. Знаю. Надо было рассказать Джастину Доннелли, что они с Брэндоном Моуди сошлись на том, что в интересах Лори им следует пойти на согласованное признание вины. Я приняла решение, произнесла Джастин слушал, не сводя глаз с лица Сары. Если бы я был художником, думал он, я бы написал это лицо и назвал бы картину Скорбь. Так что видишь, продолжала Сара, судебные психиатры склоняются к тому, что над Лори в детстве надругались, и есть достаточное основание считать, что у нее расщепление личности. Они знают, что присяжные отнесутся к ней с сочувствием и вряд ли вынесут обвинение в умышленном убийстве. Однако наказание за непреднамеренное убийство в состоянии аффекта тоже может караться сроком заключения до 30 лет. С другой стороны, если она признается в том, что совершила убийство в состоянии сильного душевного волнения, ее могут приговорить максимум к 10 годам лишения свободы. И все зависит от судьи, получит ли она 5 лет без права досрочного освобождения, или же он даст ей те же 5 лет, но не оговаривая этого условия, и она может выйти на свободу через год или два. Я не имею права рисковать 30 годами жизни Лори. Как она может признать себя виновной в преступлении, когда она даже не помнит, совершала ли она его, спросил Джастин. По закону это возможно. Ее заявление будет состоять в том, что поскольку она не помнит, как совершала преступление, она вместе с адвокатом, ознакомившись с уликами, согласилась с фактом совершенного ею преступления. Сколько времени ты можешь еще потянуть? В голосе Сары послышалась неуверенность. А какой смысл? К тому же, если мы перестанем давить на Лори, чтобы форсировать ее воспоминания, это в дальнейшем может благоприятно сказаться на ней. Пусть все идет своим чередом. Нет, Сара. Резко отодвинув стул, Джастин подошел к окну и тут же пожалел об этом. В солярии за садом стояла Лори. Прижав руки к стеклянной стене, она смотрела на улицу. Даже отсюда он видел, что она чувствовала себя птицей в клетке, мечтающей улететь. Он повернулся к Саре. дай мне еще немного времени. Как ты думаешь, как скоро судья разрешит ей вернуться домой? На следующей неделе. Хорошо. Ты занята сегодня вечером? Так, дай-ка подумаю. Сара быстро заговорила, явно пытаясь скрыть свои эмоции. Если я поеду домой, меня ждет одно из двух. Припрутся Хокинсы, чтобы принести еще что-нибудь из своих вещей, и захотят со мной поужинать. Или Софи, которую я искренне люблю, будет дома, занимаясь разборкой родительских шкафов, избавляя меня от работы, которую я откладываю. Есть еще и третий вариант. Я попытаюсь продумать блестящую защиту для Лори. Конечно, у тебя есть друзья, которые тебя куда-то приглашают. У меня много друзей, ответила Сара. Хороших друзей, родственников, замечательных людей, которые хотят помочь. Но, понимаешь, к концу дня я устаю вновь и вновь все им объяснять. Я уже не могу больше давать пустые обещания, что что-нибудь изменится, и все будет хорошо. Мне надоело слышать, как они говорят о том, что ничего бы этого не случилось, если бы Лори в детстве не похитили. Я все это знаю, и от этого я просто схожу с ума. Ах, да, и еще они говорят о том, что отцу было уже за 70, а мама перенесла несколько лет назад операцию, и прогнозы были неутешительны. И может, это и к лучшему, что они вместе покинули этот мир. Понимаешь, я согласна с этим, но я не хочу слышать все это. Джастин понимал, что стоит ему сказать хоть одно утешительное слово, и Сара разрыдается. Он не хотел этого. С минуты на минуту должна была прийти Лори. Я хотел тебе предложить поужинать со мной сегодня, мягко сказал он. А вот то, что я хотел тебе показать. Он достал из истории болезни Лори фотографию размером 10 на 8. Она вся была испещрена едва заметными линиями. Это увеличенный снимок той фотографии, которую Лори разорвала в день, когда она сюда поступила, пояснил он. Ее неплохо восстановили. Скажи, что ты видишь на ней. Сара взглянула на фотографию, и ее глаза округлились. На прежнем снимке я не видела, что Лори плачет. Какое-то дерево, какой-то полуразваленный дом. А это что такое? Сарай? Это совершенно не похоже на Риджвуд. Где же ее сфотографировали? Она нахмурила лоб. Подожди, подожди. Три раза в неделю Лори ходила в детский сад, и детей часто возили на экскурсии в парке и на озера. Фермы, похожие на эту, есть в районе Хэримен Стейт Парк. Но почему же эта фотография вызвала у нее такую истерику? Я и хочу это выяснить, сказал Джастин и включил видеокамеру, увидев показавшуюся в дверях Лори. Лори заставила себя взглянуть на снимок. За домом курятник, прошептала она. Там происходят нехорошие вещи. Что за нехорошие вещи, Лори, спросил Джастин. Не рассказывай, дура. Он узнает, и ты знаешь, что он с тобой сделает. Сара впилась ногтями в ладони. Этот голос она никогда до этого не слышала. Звонкий мальчишеский голос. Лори начала хмуриться. Даже при том, что черты ее лица изменились до неузнаваемости, ее рот был решительно сжат. Одна рука шлепала по другой. «Привет», небрежно сказал Джастин. «С тобой я еще не знаком. Как тебя зовут?» «Эй, ты, ну-ка назад!» Это был кошачий голос Леоны. «Послушай, доктор, я знаю, что эта корова Кейт попыталась обойти меня, но этому не бывать». «Леона, что ты все время встреваешь?» строго спросил Джастин. Сара поняла, что он решил прибегнуть к новой тактике. Его тон был несколько угрожающим. «Потому что меня все время обманывают. Я верила Эллену, а он сделал из меня посмешище. Я поверила тебе, когда ты попросил нас вести дневник, а ты подсунул туда эту фотографию». Волосы падали Лоре на лицо. Она откидывала их назад привычно кокетливым жестом. «Этого не может быть. Ты не могла найти эту фотографию в дневнике Леона. А вот нашла, точно так же, как я обнаружила этот проклятый нож в своей сумке с учебниками. Я так хорошо выглядела, когда отправилась к Леону для решающего разговора. А он так мирно спал, что я даже не стала будить его. А теперь все обвиняют меня в его смерти». Сара затаила дыхание. «Замри», говорила она себе. «Не спугни ее». «Ты даже не пыталась его разбудить?» спросил Джастин таким тоном, словно говорил о погоде. «Нет, я собиралась устроить ему спектакль. Я хочу сказать, что деваться мне было некуда. Этот пропавший кухонный нож. Сара, Софи, доктор Карпентер, всем надо было знать, почему я взяла его. А я его не брала. Тут Эллен делает из меня дуру. И знаешь, что я решила?» Не дожидаясь ответа, она продолжала. «Убить себя прямо на его глазах. Пусть бы он потом раскаивался в том, как он со мной обошелся. Какой смысл жить? Ничего хорошего меня уже не ждет». «Ты пришла к его дому? И большое окно было открыто?» «Нет, я не лазаю в окна. На террасе есть стеклянная дверь. Замок не защелкивается. Он был уже в постели. Я прошла в его комнату. Дай мне, ради бога, держа зажженную сигарету в руке, облокотилась на спинку стула, затем спросил. «Что делал Эллен, когда ты вошла?» Ее губы искривились в улыбке. «Он храпел, можешь себе представить? И мой спектакль сорвался, а он лежит себе в кровати, свернувшись как ребенок, обхватив руками подушку и храпит». Ее голос стал мягче и несколько неувереннее. Мой папа часто храпел. Мама говорила, что это был его единственный недостаток. От его храпа мертвый мог проснуться. «Да, думала Сара, верно». «А нож был у тебя?» «Ах, да, я поставила свою сумку на пол возле кровати, а нож был уже у меня в руке. Я положила его сверху на сумку. Я так устала, и знаешь, о чем «О чем?» Голос совершенно изменился и стал похожим на голос четырехлетней Дебби. Я подумала о том, что я не позволяла папе держать меня на коленях или целовать после того, как я вернулась из дома с курятником. И я прилегла на кровать рядом с Элоном. А он так и не знал об этом, он все храпел и храпел. «А что случилось потом, Дебби?» «Господи, помоги!» молила Сара. «Потом мне стало страшно. Я испугалась, что он проснется, рассердится на меня и опять пожалуется декану. Поэтому я встала и на цыпочках вышла. Он так и не узнал, что я была у него». Она радостно захихикала, как маленькая девочка, которая нашкодила, и ей это сошло с рук. Джастин пригласил Сару поужинать с ним в ресторане Нейри на 57-й восточной улице. «Я здесь частенько бываю», сказал он ей, когда сияющий Джимми Нейри поспешил им навстречу. Джастин представил Сару. «Ее надо бы откормить Джимми?» Когда они сели за столик, он спросил, «Мне кажется, у тебя сегодня был довольно трудный день. Хочешь, я расскажу тебе про Австралию?» Сара ни за что бы не поверила, что полностью съест сандвич с бифштексом и жареную картошку. Когда Джастин заказал бутылку к Янте, она была запротестовала. «Послушай, ты пойдешь домой пешком, а мне придется везти машину?» «Я знаю, но сейчас всего лишь девять часов, и мы не спеша прогуляемся до моего дома и выпьем там кофе». «Нью-Йорк летним вечером», думала Сара, когда они сидели на его маленькой террасе, попивая кофе экспрессо. Огоньки на деревьях вокруг ресторана, таверна на грин, пышные листва, лошади с повозками, прогуливающиеся и бегущие трусцой люди. Все это было так далеко от тюремных камер и решеток. «Давай поговорим», предложила она. «Насколько вероятно, что рассказанная нам сегодня Лори, или скорее Дебби, как она лежала рядом с Элоном Грантом и ушла, не разбудив его? Правда? Раз об этом знает Дебби, это вероятно правда. Ты хочешь сказать, что когда Дебби уходила, ее сменила Леона? Леона или другая личность, с которой мы пока не знакомы? Понятно. Мне показалось, что Лори что-то вспомнила, когда она смотрела на эту фотографию. Что бы это могло быть? Я думаю, что там, где в течение двух лет держали Лори, вероятно, был курятник. И глядя на снимок, она вспомнила о чем-то. Со временем мы, возможно, узнаем, о чем именно. Но времени почти не остается. Сара поняла, что плачет, только когда по ее щекам полились слезы. Она зажала рот руками, пытаясь подавить вырывавшиеся рыдания. Джастин обнял ее. Не сдерживай себя, Сара, сказал он нежно. Глава 86 По теории Брэндона Моуди, долгое ожидание всегда вознаграждается. Его ожидание было вознаграждено 25 июня благодаря совершенно неожиданным обстоятельствам. Дон Фрейзер, студент младшего курса Клинтонского колледжа, был задержан за торговлю наркотиками. Понимая, что он был пойман с поличным, Фрейзер намекнул на то, что в ночь убийства Элана Гранта он видел Лори Кэньон и может рассказать об этом в обмен на некоторую снисходительность к нему. Прокурор ничего не гарантировал, но сказал, что сделает все возможное. Распространение наркотиков в пределах 30 метров от высшего учебного заведения каралось трехлетним тюремным заключением. Поскольку Фрейзера поймали как раз на границе этой 30-ти метровой зоны, прокурор согласился не настаивать на формулировке распространения наркотиков на территории учебного заведения, если Фрейзер сообщит что-нибудь важное. И в обмен на информацию я хотел бы, чтобы меня освободили от судебного преследования. Из тебя получился бы неплохой адвокат, раздраженно сказал прокурор. Я еще раз тебе говорю, если ты поможешь нам, мы поможем тебе. Пока это все, что я могу тебе обещать, как хочешь. Ладно. Я случайно оказался на углу Норчерч и Мэппл вечером 28 января начал Фрейзер. Случайно оказался. Сколько же было времени? Десять минут двенадцатого. Хорошо. И что было потом? Я разговаривал с двумя своими друзьями, а после того, как они ушли, я остался ждать одного человека, который так и не появился. Было холодно, и я решил вернуться в общежитие. И это было в десять минут двенадцатого. Да. Фрейзер тщательно выбирал слова. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась эта подруга. Я знал, что это была Лори Кэнген. Все ее знают. Ее снимки все время появлялись в газете, потому что она хорошо играла в гольф, а потом в связи со смертью ее родителей. Как она была одета? Лыжная куртка, джинсы. На одежде были следы крови. Нет, абсолютно никаких. Ты разговаривал с ней? Она подошла ко мне. Она вела себя так, словно хотела провести со мной время. Она выглядела очень сексапильно. Давай-ка вернемся немного назад. Норд Норд Черч и Мэппл находятся кварталах в десяти от дома Гранта, да? Около того. Короче говоря, она подошла ко мне и попросила сигарету. Ну и что ты? Только чтобы это не было использовано против меня, ладно? Ладно. Так что ты сделал? Я подумал, что она имела в виду травку и предложил ей. А потом она разозлилась, сказала, что не любит эту гадость и хочет нормальную сигарету. У меня были с собой, и я предложил ей купить пачку. А почему ты не дал ей одну сигарету? А с какой стати? Она купила у тебя сигареты? Нет, она полезла за кошельком, а потом сказала какую-то ерунду, вроде «Черт побери, мне придется вернуться, этот глупый мальчишка забыл принести». «Какой мальчишка? Что принести?» «Не знаю, какой мальчишка. Я уверен, что она имела в виду свой кошелек. Она просила подождать двадцать минут, пока она вернется». «Ты подождал?» «Я подумал, почему бы нет? Может, появился бы тот приятель, которого я ждал». «Значит, ты остался стоять там?» «Нет, я не хотел, чтобы меня видели. Я ушел с тротуара и встал между двух кустов на газоне углового дома». «Через сколько Лори вернулась?» «Минут через пятнадцать, но она даже не остановилась. Она бежала как сумасшедшая». «Так, теперь ответь мне на следующий вопрос. Это очень важно». «Она несла сумку?» «Она что-то сжимала обеими руками, так что я думаю, что да». Глава восемьдесят седьмая. Бик и Опал жадно слушали запись разговора Сары с Брэндоном Моуди о показаниях студента, продававшего наркотики. «Это совпадает с тем, что говорила нам Лори», сказала Сара. «Личность Дебби маленькой девочки помнит, как она уходила от Эллена Гранта. Но ни одна из личностей Лори не говорит о том, что произошло после того, как она вернулась». «Выскользнуть из дома мужчины, затем вернуться и совершить убийство, какой ужас!» зловеще проговорил Бик. Опал пыталась подавить ревность, успокаивая себя тем, что это скоро должно кончиться. Всего через несколько недель Сара Кэнген уже переедет из этого дома, а в их квартиру Бик уже не сможет приходить. Бик решил еще раз прослушать последний кусок пленки. «Судья разрешил Ли выйти из клиники 8 июля, то есть в следующую среду», сказал он. «Мы поедем в Риджвуд и поздравим Ли с возвращением». «Бик, неужели ты хочешь показаться ей на глаза?» «Я знаю, что я хочу, упал?» «Мы будем с тобой строго одеты. Мы не будем говорить о молитвах или о Господе, хоть мне и хочется, чтобы во всех наших деяниях присутствовал Господь. Наша задача подружиться с ней, а потом, если она вдруг слишком много вспомнит, у нее в голове будет путаница. Мы долго не задержимся, мы извинимся за вторжение и уедем. А теперь примерь-ка вот это, и мы посмотрим, идет ли тебе». Он протянул ей коробку, она открыла ее и вытащила оттуда парик. Подойдя к зеркалу, опал на дело его, поправила и повернулась к Бику. «Боже, просто замечательно!» оценил он. Раздался телефонный звонок. Опал взяла трубку. Это был Родни Харпер с радиостанции WLIS в Бетлихэме. Вы помните меня?» спросил он. «Я работал здесь менеджером, когда вы много лет назад вели отсюда свои передачи. Скажу вам не без гордости, теперь радиостанция принадлежит мне». Опал сделала Бику знак, чтобы он взял параллельную трубку, а сама ответила. «Родни Харпер?» «Конечно же, я вас помню». «Я собирался поздравить вас с успехом, вы многого добились. Я звоню вам в связи с тем, что здесь была журналистка из Пипл. Она расспрашивала меня о вас». Опал и Бик переглянулись. «Что она спрашивала?» «Что вы за люди?» «Я сказал ей, что Бобби лучший проповедник в этих краях». Затем она поинтересовалась, не сохранилась ли у меня вашей фотографией того времени». Опал обратила внимание на внезапно встревожившееся лицо Бика и поняла, что на ее лице отразилось то же самое. «И что же?» «К сожалению, мы не смогли найти ни одной фотографии. Десять лет назад наша станция переехала в другое здание, и мы много чего повыбрасывали. Наверное, туда случайно попали и ваши фотографии». «Ничего страшного», сказала Опал, чувствуя облегчение. «Одну минуту подошел Бобби, и он хочет поприветствовать вас». «Родни, друг мой, как я рад слышать твой голос», шумно вступил Биг, «я никогда не забуду, что это благодаря тебе мы чего-то добились. Если бы мы не оказались в Бетлихэме, не попали бы к тебе на радиостанцию, мы бы вряд ли вели сейчас церковь в эфире. И все-таки если ты наткнешься на какую-нибудь старую фотографию, я буду тебе очень благодарен, если ты просто разорвешь ее». «Конечно, Бобби, вот еще что, надеюсь, ты не рассердишься на меня? Я возил эту журналистку из Пипл на ферму, где ты жил те два года, что работал у нас. Черт побери, я совсем забыл, что она сгорела дотла. Дети или какой-нибудь кретин, наверное, залезли туда и нечаянно подожгли». Подмигнув упал, Биг показал ей жестом, что все в порядке. «Бывает, хотя мне искренне жаль. Мы с Карлой любили это скромное местечко. Они сделали там пару снимков. Журналистка правда сказала, что вряд ли она использует их в своей статье. «Хорошо, хоть курятник сохранился, а это будет служить доказательством того, что ты жил скромно и начинал с малого». Глава 88. Карен Грант пришла в офис в 9 часов и, увидев, что Энни Вебстер еще нет, облегченно вздохнула. Грант с большим трудом сдерживала раздражение, которое вызывало у нее уходящее на пенсию владелица бюро. Вебстер не хотела передавать Карен бюро раньше середины августа. Она была приглашена на первый рейс компании New World Airlines в Австралию и не собиралась упускать такой возможности. Карен сама надеялась отправиться туда. Эдвина тоже пригласили, и они рассчитывали приятно провести время вместе. Карен говорила Энни, что ей не стоит больше приходить в офис. Работы было мало, и Карен могла управиться сама. В конце концов, Энни было уже почти семьдесят, а дорога из Бронксвилла до центра Нью-Йорка весьма утомительна. Но Энни оказалась неожиданно упрямой. Она упорно приходила на работу и, приглашая постоянных клиентов пообедать с ней, заверяла и, что Карен позаботится о них ничуть не хуже, чем она сама. Конечно, в этом был определенный смысл. В течение трех лет Вебстер будет получать процент с прибыли, и не было сомнений в том, что, несмотря на наблюдавшийся в течение двух последних лет спад туризма, отношение людей менялось, и они начинали больше путешествовать. Как только Энни окончательно уберется, Эдвин сможет занять ее офис. Но жить вместе они смогут не раньше конца осени. До суда над Лори Кэньон ей лучше остаться в роли скорбящей вдовы. Если бы не назойливая Энни и не этот чертов детектив, который зачастил к ней, Карен была бы безмятежно счастлива. Она без ума от Эдвина наследство Элона было теперь переведено на ее имя. Сто тысяч, а то и больше в год в течение двадцати лет, к тому же основной капитал все возрастает. В определенной степени Карен и не жалела, что не может получить все сразу. Не обязательно же она всю жизнь будет любить Эдвина, а случись что у него были еще более высокие запросы, чем она любила украшения. Ей было трудно пройти мимо ювелирного магазина Эл Краун в вестибюле гостиницы, чтобы не взглянуть на витрину. Часто, когда она покупала то, что ей приглянулось, ее беспокоило, что в один прекрасный день Эллен выйдет из своего мечтательного состояния и поинтересуется своим лицевым счетом. Он считал, что она вкладывает основные средства, полученные под доверительной собственностью на сберегательный счет под хорошие проценты. Теперь Карен была избавлена от таких тревог. С выплаченной страховкой Эллена и перешедшим к ней его наследством ей жилось совсем неплохо. Когда ей удастся продать этот проклятый дом в Клинтоне, она сделает себе подарок в виде изумрудного колье. Проблема была в том, что люди с предубеждением относились к покупке дома, в котором кого-то убили. Ей уже дважды приходилось сбавлять цену. Этим утром она раздумывала над тем, что подарить Эдвину на день рождения. Впрочем, у нее в запасе было еще две недели. Открылась дверь. При виде входящей в офис Энни Вебстер, Карен выдавила из себя улыбку. Сейчас я услышу о том, что она плохо спала ночью, но ей, как обычно, удалось вздремнуть в поезде, подумала она. — Доброе утро, Карен! Боже, ты выглядишь просто очаровательно! Ты в новом платье? — Да, я только вчера его купила. Карен не могла удержаться, чтобы не назвать имя модельера. Это от скази. Сразу видно. Энни вздохнула и убрала назад прядь седых волос, выбившиеся из косы, уложенной пучком на макушке. — Да, сегодня утром я чувствую свой возраст. Полночи не спала, а потом, как всегда, крепко уснула в поезде. Я сидела рядом с Эдом Андерсоном, своим соседом. Он неизменно называет меня спящей красавицей и говорит, что я однажды проснусь в депо. Карен тоже рассмеялась. — Господи, сколько же мне еще слушать эту историю о спящей красавице, думала она. — Еще три недели, зареклась она. — Как только мы заключим сделку, Энни Вебстер уйдет в историю. Но с другой стороны... На этот раз она подарила Энни искренне теплую улыбку. — Вы и есть спящая красавица? Они вместе засмеялись. Глава восемьдесят девятая. Брэндон Моуди наблюдал, как без четверти десять в бюро путешествий вошла Конни Сантини, секретарша, а Карен Грант вышла из офиса. В рассказе Энни Вебстер о вечере, проведенном ею с Карен Грант в Нью-Аркском аэропорту, что-то настораживало его. Он беседовал с Вебстер неделю назад, и сегодня он вновь хотел поговорить с ней. Моуди подошел к бюро. Открывая дверь, он попытался изобразить на своем лице улыбку случайного посетителя. — Доброе утро, миссис Вебстер. Я случайно проходил мимо и решил зайти. Вы хорошо выглядите, рад вас видеть. Я боялся, как бы вы не ушли на пенсию. Приятно, что вы помните обо мне, мистер Моуди. Я решила подождать со своей пенсии до середины августа. Честно говоря, наши дела сейчас идут в гору, и я подумываю, не стоит ли мне повременить с продажей бюро. Но когда по утрам мне приходится вставать, бежать на поезд, а мой муж остается пить кофе и читать газеты, я говорю себе, все, с меня хватит. Вы с Карен Грант умеете достойно обслужить клиента, заметил Моуди, усаживаясь в кресло. Помните, вы рассказывали мне, что в тот вечер, когда умер профессор Грант, вы с Карен были в Нью-Аркском аэропорту. Немногие сотрудники бюро путешествий лично поедут в аэропорт встречать своих клиентов, пусть даже самых лучших. Энни Вебстер была польщена. Леди, которые мы встречали, довольно преклонного возраста, сказала она. Она обожает путешествовать и обычно берет с собой много друзей и родственников. В прошлом году мы бронировали ей и восьми ее спутникам кругосветное путешествие с обслуживанием по первому классу. В тот вечер, когда мы встречали ее, она прервала свою поездку. и возвращалась со дна, потому что неважно себя чувствовала. Ее шофера не было на месте, и мы сами вызвались встретить ее в аэропорту. Понадобилось не так много усилий, чтобы ей было приятно. Карен вела машину, а я разговаривала с ней, сидя сзади. Насколько я помню, самолет прилетел в половине десятого, невзначай заметил Брэндон. Нет, он должен был прилететь в половине десятого. Мы приехали в аэропорт в девять, но рейс был задержан в Лондоне. Нам сообщили, что самолет прилетит в десять, и мы пошли в зал ожидания для пассажиров первого класса. Брэндон посмотрел в свои записи. И, согласно вашему утверждению, он прилетел в десять. Энни Вебстер заметно смутилась. Я ошиблась, а потом я вспомнила и поняла, что это было почти в половине первого. В половине первого ночи? Да, когда мы пришли в зал ожидания, сообщили, что в связи с неисправностью компьютеров рейс откладывается на более длительное время. Однако время прошло быстро, потому что мы с Карен смотрели по телевизору фильм. Не сомневаюсь, рассмеялась секретарша, что вы, миссис Вебстер, проспали весь фильм. «Ничего подобного», возмутилась Энни Вебстер, шел Спартак. Много лет назад это был мой любимый фильм, а сейчас восстановили то, что тогда вырезали. Я не сомкнула глаз. Моуди не стал допытываться. «У Карен Грант есть приятель по имени Эдвин. Он писатель-путешественник. Вам отжатые губы. Вот с ней-то мне и нужно поговорить только наедине». «Мистер Моуди, у деловой женщины много знакомых мужчин. Она может ходить с ними обедать, ужинать, им не обидно, что в наше время кто-то может усматривать в этом что-то предосудительное». Энни Вебстерн твердо верила в то, что говорила. «Карен Грант привлекательная, трудолюбивая, молодая женщина. что ей необходимо иметь свое дело в жизни. Он прилично зарабатывал и был весьма щедр по отношению к ней. Она всегда с восторгом отзывалась о Беллоне. Ее взаимоотношения с другими мужчинами были исключительно деловыми». Стол Конни Сантини стоял несколько в глубине справа от стола Вебстера. Поймав на себе взгляд Брэндона, она закатила глаза, всем своим видом показывая полнейшее несогласие. Глава девяностая Совещание медицинского персонала клиники 8 июля подходило к концу. Осталось обсудить только один вопрос о Лори Кэньюн. Джастин Донали хорошо знал, что ее случай был в центре всеобщего внимания. «У нас есть определенные успехи», сказал он, «И быть может даже значительные. Она начинает вспоминать, что произошло с ней за те два года. Плохо то, что у нас мало времени. Сегодня днем Лори едет домой и будет находиться у нас на амбулаторном лечении. Через несколько недель она идет в суд, чтобы признать себя виновной в непредумышленном убийстве. истекает назначенный прокурором срок, в течение которого она могла бы сделать официальное заявление о своей виновности». В комнате стояла тишина. Кроме доктора Доннеля за столом сидело еще четверо. Два психиатра и специалисты по художественной терапии и ведению дневника. Кэти, занимавшаяся изучением ее дневника, покачала головой. «Доктор, ни одна из личностей Лори, писавших в ее дневнике, не признается в убийстве Эллена Гранта». «Я это знаю», сказал Джастин. «Я просил Лори поехать с нами в Клинтон, в дом Гранта, и воспроизвести картину случившегося в тот вечер». Во время обреакции она наглядно изобразила, как сидела у кого-то на коленях в кресле качалки, но наотрез отказывается проделать то же самое со своими воспоминаниями о смерти Гранта. Это говорит о том, что ни она, ни ее личности не хотят вспоминать, что там произошло. Возможно. Доктор, ее последние рисунки были более подробными, особенно, когда она рисовала неподвижную женскую фигуру. Взгляните на это. Пэт, специалист по художественной терапии, раздала рисунки. Теперь уже хорошо видно, что на шею женщины висит какое-то украшение. Может быть, она расскажет нам об этом? Нет, она лишь скажет, что совершенно не умеет рисовать. Часом позже, когда Лори вошла в кабинет Джастина, на ней был розовый льняной жакетик и белая юбка в складку. С ней была Сара, и на комплимент Джастина о наряде Лори она ответила ему сдержанной улыбкой. Я приметила его, когда вчера вечером ходила в магазин, пояснила она. К тому же сегодня особенный день. Свобода, тихо сказала Лори, недолгая, пугающая и тем не менее желанная. Затем она неожиданно добавила. Может, мне уже попробовать лично вашу кушетку, доктор? Ну что ж, прошу, как можно естественнее, ответил Джастин. А почему именно сегодня? Она скинула туфли и легла. Может, просто потому, что мне с вами двумя так хорошо, и в этой новой одежде я чувствую себя, как раньше? К тому же, мне очень хочется побывать в нашем доме перед тем, как мы переедем. Она помолчала. Сара говорит, что после того, как я признаю себя виновной, у меня будет шесть свободных недель до вынесения приговора. Прокурор согласен ходатайствовать перед судьей о моем освобождении под залог до этого времени. Я знаю, что как только мне вынесут приговор, я отправлюсь в тюрьму, поэтому я собираюсь прожить эти шесть недель в свое удовольствие. Мы будем играть в гольф, устраиваться на новой квартире, чтобы не было о чем вспоминать, пока я буду отсутствовать. Надеюсь, ты не будешь забывать приходить на мои сеансы, Лори? Конечно, нет. Мы будем приезжать к вам каждый день. Просто мне хочется успеть сделать так много. Мне хочется покататься на машине, я всегда любила сидеть за рулем. У Грега новая машина. На следующий день я хочу поехать поиграть с ним в гольф. Она улыбнулась. Как приятно думать о том, что я поеду с ним и больше не буду бояться его. Поэтому я не боюсь лечь на кушетку. Я знаю, что вы тоже не обидите меня. Конечно, нет, сказал Джастин. Ты любишь Грега, Лори? Она покачала головой. Это слишком сильно сказано. Мне трудно сейчас кого-либо любить. По крайней мере, так, как вы имеете в виду. Но ведь все обычно начинается с того, что просто приятно с кем-то быть, правда? Да, Лори? Могу я поговорить с Кейт? Если хотите, ответила она безразличным тоном. Уже в течение многих недель Джастину не приходилось гипнотизировать Лори, чтобы вызывать ее другие личности. Лори села, расправила плечи, прищурила глаза. Что на этот раз, доктор? Они услышали голос Кейт. Кейт, я несколько обеспокоен, сказал Джастин. Я хочу, чтобы Лори внутренне успокоилась и чтобы все, что произошло, больше не тревожило ее. Но прежде нужно узнать всю правду, а она все глубже прячет ее. Доктор, вы мне уже порядком надоели. Вы можете прямо сказать, что вам надо? Она готова принимать лекарства. Она поклялась, что ни за что не будет ночевать дома, а теперь хочет опять вернуться туда. Она понимает, что ее родители погибли в результате несчастного случая, а не по ее вине. у парня на станции техобслуживания, где она договорилась насчет ремонта своей машины, были волосатые руки. Она не виновата, что из-за этого до смерти испугалась его. Она все прекрасно понимает. Вам этого мало? Послушай, Кейт, ты знала, почему Лори отказалась от осмотра своей машины и ни разу не сказала мне об этом? А почему ты сейчас решила мне сказать? Сара вспомнила Сэма, механика станции техобслуживания в городке. Она только вчера заправляла у него свою машину. Сэм работал там с конца прошлого лета. Он был крупный, со здоровыми ручищами. Вчера он был в рубашке с коротким рукавом, и она обратила внимание, что даже кисти его рук были покрыты густыми кудрявыми волосами. Кейт пожала плечами. Я говорю, потому что уже устала от секретов. К тому же этой плакси в тюрьме будет безопаснее. Безопаснее от чего? Безопаснее от кого? Тут же спросил Джастин. Кейт, ты делаешь ей только хуже. Расскажи все, что ты знаешь. Я знаю, что пока она на свободе, они могут добраться до нее. Она никуда не денется, и она это знает. Если она вскоре не отправится в тюрьму, это случится. Кто угрожал ей? Кейт, прошу тебя. Джастин упрашивал и чуть ли не умолял ее. Она покачала головой. Доктор, я уже устала повторять вам, что я не знаю всего, а мальчишка, который знает, не хочет с вами разговаривать. Он очень сообразительный. Вы меня утомили. Сара смотрела, как с лица Лори исчезло выражение агрессивности. Она вновь легла на кушетку, ее глаза закрылись, и дыхание стало ровным. Кейт теперь вряд ли появится, прошептал Джастин Саре. По некоторым причинам она считает свою работу законченной. Сара, взгляни на это. Он протянул ей рисунки Лори. Посмотри на эту неподвижную фигуру. Тебе ни о чем не говорит это ожерелье на ее шее. Сара нахмурилась. Что-то знакомое. Я где-то видела его. Сравни эти два рисунка, сказал Джастин. Они самые подробные из всех. Здесь виден овал с бриллиантами в центре квадрата. Это тебе о чем-то говорит? Странно, произнесла Сара. У матери было несколько красивых украшений. Они хранятся в сейфе. Среди них есть один кулон. Маленькие и бриллианты обрамляют центральный камень. Что же это за камень? Аквамарин? Нет, нет, не аквамарин. Я сейчас вспомню. Это не произноси этого слова, оно запретное. Это был звонкий, встревоженный, но решительный мальчишеский голос. Лори приподнялась и пристально смотрела на Сару. Что за запретное слово, спросил Джастин. Не произноси его, мальчишеский голос из уст Лори звучал одновременно и требовательно и просяще. Ты тот самый мальчик, который хотел поговорить с нами в прошлом месяце, спросил Джастин. Мы до сих пор не знаем, как тебя зовут. Запрещено называть имена. Может, тебе это и запрещено, но Саре-то можно. Саре, ты помнишь, какой камень был в центре маминого кулона? Это был опал, тихо сказала Саре. Что у тебя связано с опалом? спросил Джастин, повернувшись к Лори. Сидевшая на кушетке Лори потрясла головой. Выражение ее лица стало естественным. Она выглядела несколько озадаченной. Я отключилась. На меня напал сон. О чем вы меня спрашивали? Опал? Это драгоценный камень. Сара, кажется, у мамы был красивый кулон с опалом. Глава девяносто первая. Опал чувствовала возраставшее в ней напряжение. Это неизменно происходило всякий раз, когда они приезжали дорожный указатель Риджвуд. Мы выглядим совершенно иначе, успокаивала она себя, разглаживая на коленях темно-синее с белым рисунком платье строгого покроя с длинными рукавами и узким ремешком. Туфли и сумочка тоже были темно-синими. Из украшений на ней была лишь нитка жемчуга и обручальное кольцо. Несколько часов назад она сделала стрижку и покрасила волосы, и теперь каждая прядь волос пепельного цвета была аккуратно уложена в прическу. Она надела большие синеватые солнцезащитные очки, неуловимо менявшие овал лица. «Ты потрясающе выглядишь, Карло», — одобрительно заметил Биг перед выездом из Виндхэма. «Не волнуйся, нет ни малейшего шанса, что Ли тебя узнает. А что ты скажешь обо мне?» Он надел белую накрахмальную рубашку с длинным рукавом, бежевый однобортный легкий костюм и галстук в бежево-белых тонах с коричневыми крапинками. Его волосы были абсолютно седыми. И хотя он отпустил волосы немного длиннее, но зачесал их назад так, чтобы не было видно тех волнистых прядей, которыми он так гордился в молодости. Он также сбрил волосы с кистей рук. Его вид полностью соответствовал образу почтенного священника. Они свернули на Твин Оукс Роуд. «Вот этот дом и был розовым», язвительно усмехнувшись, показал Бик. «Постарайся больше не упоминать его и не называй малышку Ли, называй ее Лори, когда будешь обращаться к ней, и вообще старайся говорить поменьше». О'Пал хотела было напомнить Бику, что это он назвал ее Ли в передаче, но не осмелилась. Вместо этого она еще раз мысленно произнесла те слова, которые собиралась сказать Лори при встрече. Перед домом стояли три машины. В одной они узнали машину Софи, другая БМВ машина Сары, а кому же принадлежала третья машина Олсмобил с нью-йоркскими номерами. «Кто-то к ним приехал», сказал Бик. «Может, сам Господь посылает нам свидетеля, который в случае необходимости сможет подтвердить, что мы только сегодня познакомились с Ли?» Было всего пять часов. Косые лучи после полуденного солнца участками освещали темно-зеленый газон и пробивались сквозь голубые цветы гортензий, окаймлявших дом. Бик подъехал к дому. «Мы зайдем лишь на минуту, даже если они предложат нам остаться». Саре вряд ли пришло бы в голову попросить Хокинсов остаться. Она, Лори и Джастин сидели в комнате, а Софи, в течение целой минуты, не выпускавшая Лори своих объятий, с улыбкой готовила чай. Когда Лори укладывала свои вещи в клинике, Джастин, к удивлению Сара, предложил поехать вместе с ними. «Я думаю, может быть, мне лучше быть с вами, когда Лори окажется дома», объяснил он. «Дело не в том, что я опасаюсь негативной реакции, но ее все-таки не было там пять месяцев, и на нее наклынут воспоминания. Вы подкинете меня до дома, я возьму свою машину и поеду за вами». «Ты еще, видимо, хочешь быть с нами на тот случай, если она вспомнит что-то существенное», вставила Сара. «И поэтому тоже». «В общем-то, мне будет лучше, если ты поедешь. Кажется, я не меньше Лори боюсь этого возвращения домой». Сара машинально протянула руку, и Джастин взял ее. «Сара, обещай мне, что ты придешь к нам немного подлечиться, когда Лори начнет отбывать наказание. Не волнуйся, не ко мне, я знаю, что тебе этого не хочется, что будет тяжело». На какое-то мгновение чувствуя тепло его руки, Сара стала меньше бояться того, как Лори поведет себя, вернувшись домой. Того, что произойдет на следующей неделе в суде, когда она будет стоять рядом с Лори и слушать, как та признает себя виновной в убийстве. Когда позвонили в дверь, Сара почувствовала еще большую признательность Джастину за то, что он был сейчас с ними. Лори уже с радостью, показавшая доктору дом, неожиданно встревожилась. Я не хочу никого видеть. Чтоб мне провалиться, если это не та парочка, пробормотала Софи. Сара раздраженно закусила губу. Боже, эти люди просто вездесущие. Она слышала, как преподобный Хокинс объяснял Софи, что они потеряли какую-то коробку с важными бумагами и поняли, что по ошибке отправили ее с другими вещами в Нью-Джерси. «Я был бы вам очень благодарен, если бы вы позволили мне спуститься в подвал и забрать ее», говорил он. «Это люди, которые купили наш дом», сказала Сара Джастину и Лори. «Не волнуйтесь, я не собираюсь предлагать им посидеть, но думаю, что мне придется с ними поговорить. Они наверняка видели мою машину». «По-моему, тебе не придется идти к ним», сказал Джастин, услышав шаги В следующее мгновение в дверях появился Биг, состоявший позади опал. «Сара, милая, я прошу прощения, моему бухгалтеру срочно понадобились кое-какие документы, а это Лори?» Лори сидела на диване возле Сары, она встала. «Сара рассказывала мне о вас и о миссис Хокинс». Биг все еще стоял в дверях. «Мы очень рады познакомиться с вами, Лори. Ваша сестра замечательная девушка. Она очень много рассказывала о вас». «Замечательная девушка!» эхом откликнулась опал. «И мы очень довольны, что покупаем такой чудесный дом». Повернувшись, Биг посмотрел на Джастина. «Преподобный мистер Хокинс и его супруга, доктор Доннелли», представила Сара. После обмена приветствиями к облегчению Сары Хокинс сказал, «Не будем мешать вашей встрече. С вашего позволения мы лишь спустимся вниз, возьмем нам, что надо, и выйдем через боковую дверь. Желаю вам всем самого лучшего». Сара поняла, что за эти одну-две минуты Хокинсы ухитрились уничтожить недолгую радость возвращения домой Лори. Лори смолкла и не реагировала на веселый рассказ Джастина о том, как он рос на овцеферме в Австралии. Сара обрадовалась, когда Джастин согласился с ними поужинать. «Софина готовила столько, что хватит на целую армию», сказала она. «Было видно, что и Лори хотела, чтобы Джастин остался. Мне лучше, когда вы рядом, доктор Доннелли». Ужин прошел в неожиданно приятной обстановке. Возникшая с появлением в доме Хокинсов скованность исчезла, когда они ели вкусно приготовленного фазана с рисом. Джастин с Сарой потягивали вино, а Лори пила перье. Когда они заканчивали пить кофе, Лори, извинившись, тихо вышла из-за стола. Она спустилась вниз с небольшой сумкой в руках. «Доктор», проговорила она, «я ничего не могу с собой поделать. Я хотела бы вернуться с вами и ночевать в клинике. Прости меня, Сара, но я чувствую, что в этом доме со мной случится что-то ужасное, и не хочу, чтобы это случилось сегодня». Продолжение следует...